С вами Радио Крым Реали и Александр Янковский. Программа Крымский вечер. Напомню, что нас можно слушать круглосуточно на частоте 105,9 FM на территории Северного Крыма. Также круглосуточно слушайте нас на нашем сайте Крым Реали. Ну и смотрите прямые трансляции наших программ в социальной сети Facebook и YouTube. Также можете подписаться на наш канал, тогда каждая трансляция останется вами незаметной. То есть вы ее обязательно узнаете о том, что там произошла эта трансляция, потому что вам будут приходить уведомления. Ну а если вы захотите высказаться по теме нашей сегодняшней программы или задать вопрос гостям нашим в студии или нашим экспертам, то звоните к нам в прямой эфир по телефону. Мы, в отличие от многих крымских телеканалов и радиостанций, действительно работаем в прямом эфире. Итак, бесплатный номер телефона, телефон для бесплатных звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Ну а жители материковой Украины могут позвонить к нам по телефону 044 490 29 05. У нас в студии сегодня Андрей Дубчак, это корреспондент Радио Свобода. Андрей, приветствую. Доброго дня. Сейчас мы послушаем небольшой звук. Я предложу нашему гостю угадать вообще, что это за репортаж такой, откуда эти звуки. Давайте послушаем. Держись! Стоять! Опустили балуну! Выходим! Быстрее! Бегом, беги! Бегом, бегом! Ниже, ниже! Стой! Стой! Садись! 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 Играем! Голову ниже! Голову ниже! Хорошо! Играем! Голову ниже! Вот такие вот звуки. Что думает наш гость Андрей Дубчак? Что же это за звуки такие? Ну я знаю про чем дайте молиться. Ну хорошо. Ну давай так, давай я тогда интригу подержу. Я предположительно, вот если бы я услышал и не знал о чем идет речь, я бы мог подумать, что идет речь о каких-то боевых действиях. Да, теоретически. Потому что есть стрельба автоматов, есть там легли все на пол, голову опустили, там ползти и не поднимать голову и так дальше. Ну вот эти вот млят постоянные, там ну какие-то ругательства используются и так далее. Но нет, на самом деле, на самом деле, то что вы сейчас слышали, это видеозапись фрагмента так называемого тренинга для журналистов. Этот тренинг для журналистов проводят с 2006 года в соседней России, а после российской аннексии украинского полуострова Крым в 2014 году эти тренинги стали проводить, это называется учебно-практические курсы «Бастион», которые организуются из журналистов Москвы, стали проводить и на территории аннексированного полуострова. Так вот, почему мы сегодня об этом говорим? Дело в том, что один из участников этого тренинга, редактор российского агентства РИА Новости, Святослав Павлов, получил сотрясение мозга на этом тренинге в Крыму. Он утверждает, что над ним и его коллегами издевались российские морпехи. Попытки Святослава Павлова привлечь виновных к ответственности обернулись для него волной публичных унижений со стороны журналистского сообщества. Активно участвуют в этом и крымские журналисты, которые ранее тоже пострадали на таких же тренингах. Но при этом утверждают, что несмотря на то, что у них там следы на запястьях сходили несколько месяцев, что им все понравилось. Немного вот на что же жалуется господин Павлов, почему он вообще решил принимать участие в этом тренинге, потому что у него полуторамесячный опыт работы в Сирии, и он далее планирует освещать другие военные конфликты. Но вот по российским правилам, оказывается, без посещения вот именно вот этих курсов Бастион невозможно получить аккредитацию для того, чтобы работать в каких-либо горячих точках. Вот он делится своими впечатлениями, почему ему не понравилось там, да, и почему он решил вообще обратиться даже в Следственный комитет. Говорит, что все покинули, всего покинули курс строя, включая меня. Многие из наших коллег не только работают, но и живут в горячих точках. Он пишет про Сирию и Донбасс. Отсутствие диплома для них автоматически означало лишение работы. Так что решили дотерпеть вот эти курсы Бастион. Я же терпеть не мог, пишет господин Палов, и не хотел как физически, так и морально. И до сих пор вынужден ходить из клиники в клинику. Журналист рассказывает, что участники тренинга попали в воинскую часть на правах срочников, а не журналистов. Их разместили в казарме и заставили ходить строем, запретив самовольно покидать территорию. Занятия по оказанию первой медицинской помощи, по словам журналиста, сопровождались визгами, истериками и затрещинами от учителей. Учителей в кавычках. Но самое сложное началось во время учения на полигоне. По легенде учений, журналисты должны были ехать в автоколонии, которая попала в засаду условных террористов. Нас приняли условные террористы, морпехи. Всех уложили мордой в камни и начали стрелять прямо над головой. Я получил несколько увесистых ударов ногой по корпусу, затем нас заставили ползти на колени в гору, продолжая все это время стрелять. Скорая экзекуция была закончена, нас отправили на другую учебную точку. Ну и дальше. В общем, как бы, если все пересказывать, наверное, нашей программы не хватит. Вот на что жалуется господин Палов. А мы сегодня вообще попробуем разобраться. Вот эти вот все курсы, которые теперь Россия проводит уже на территории оккупированного Крыма, насколько они могут помочь работе журналиста, и вот действительно журналистской работе, и, а может быть, к чему-то другому готовят этих людей? Андрей, твое мнение? В данной ситуации я сказал бы, что занадто не здраво. Я проходил декілька курсов для військовых кореспондентов, военных кореспондентов, и могу сказать из своего досвяда, что действительно эффективные курсы, это именно эти курсы, где работают разные ситуации, максимально наближенные до реальности. Но это не настолько, как это происходит в данном случае. То есть, когда ты китают петарды, ты постоянно падаешь в снег, подрывают, имитуют захопление, и так далее. А если смысл, вот скажи, есть ли смысл вообще человека приближать к такой ситуации? Ведь это журналист. Да, вот как бы, вот у него есть там написано, у него есть каска, там, у него есть жилет, там написано пресса. Он не одет в военную форму, да? То есть, он не является участником боевых действий. И, наверное, он, наверное, даже в случае боевых действий, он должен рассчитывать на какое-то отношение к себе, как гражданскому лицу. Абсолютно так, но в тот же самый час война штука нетолерантна, как вы все знаете, да? И в экстремальных ситуациях работают лише напрацеванные рефлексы. То есть, у вас не будет часа думать, нужно лягать или не нужно лягать. Если свистеть, нужно лягать. Если что-то не закладывается на уровне рефлексов, вы можете быть упирающенными. Хорошо. Я понял ваше мнение. Андрей Дубчак, корреспондент «Радио Свобода» у нас в студии. Давайте послушаем вот мнение самого господина Святослава Павлова. Это пострадавший редактор РИА Новости. Он говорит, что вот к таким жестким тренировкам российских силовиков оказался не готов. Примарьевич. Не предупреждали ни о чем. Я, естественно, к побоям не был готов, что, в общем-то, как мне кажется, нормально. После получения травм, медицинскую помощь там на месте мне оказано не было. Ну, осмотра никакого не было на месте. Потом наше руководство пыталось добиться от войны, чтобы нам все-таки приехали врачи. Это было утром, насколько вы понимаете, перед полной дня. А врачи приехали только там, не знаю, к вечеру, когда мы уже покидали, собственно, связь. А Союз журналистов Москвы, который организовал курсы, называет Павлова человеком неподготовленным к таким условиям. И такое мнение выразил в эфире канала «Россия-24» председатель Московского отделения Союза журналистов Павел Гусев. Ему предложили там, как и всем остальным, пройти в завершение. А ему точно. Медицинское обследование. Он отказался. Где доказательства, что это он там получил? Дело в том, что этому молодому человеку, которому не нужно никогда больше ездить в горячие точки, потому что он неподготовлен. И я очень горжусь тем, что курсы выявили человека, которого нельзя посылать в горячие точки. Он слаб духом, слаб физически. Вот. И теперь я попрошу комментарии на Андрея Дубчака, корреспондента «Радио Свобода». Вот действительно ли такие курсы могут помочь? Такие или просто? Ну, курсы подготовки журналистов в горячих точках могут выявить тех людей, которым не стоит ехать. Потенциально так, но тут мы говорим уже не про курсы журналистов, а про знущение над людьми. Когда я проходил курсы, нас наближали до реальных ситуаций, кидали петарды, мы падали в землю, ховались, надавали первую медичную помощь, но, естественно, никто из нас не знущался и никто из нас не ображал. То, что я слышал, это реально образа человека. А вот давай послушаем сейчас, я хочу, чтобы мы послушали врача-травматолога, ветерана боевых действий Артема Катулина. Он в комментарии «Радио Спутин в Крыму» сказал, что некоторые курсанты, вот почему такая ситуация возникает, по его мнению, некоторые курсанты воспринимают вот эти курсы «Бастион» как отдых, однако тренеры намеренно используют вот такие жесткие методы для того, чтобы научить журналистов выживать в экстремальных условиях. Погружение в некую травмирующую, скажем так, среду, задача не для того, чтобы людей там запугать или удивить их, тем более, да, сейчас по телевизору, я думаю, что никакие курсы не могут сравнить с тем, что показывают по телевизору. А задача просто, чтобы люди, находясь, ну, скажем так, в уставшем состоянии или в неком относительно испуганном состоянии, да, то есть в некомфортной ситуации, чтобы они, опять же, как раз для себя ответили на вопрос, смогут они или не смогут. Те, которые как бы проявляют слабость и говорят, нет, я не смогу, но, собственно, никто в этом не виноват. Каждый, да, знаете, не нужно оставлять овечку, а, я не знаю, там, охранять отару овец или нападать на волков. И тут у меня возникает вопрос, а, собственно говоря, к чему готовят? То есть, может быть, там этих людей готовят не к журналистской деятельности во время этих курсов? Ну, судя по тому, что мы видели на Ютубе, да, то большинство журналистов подчас конфликта на сходе Украины, российских, да, сам, они реально и шли с боевыми подразделами и, фактически, выполнили функцию, ну, частины этих подразделей, да, тут были в складе и, фактически, в подразделе. А если вам, Андрей, скажут, что вот, а украинские журналисты, они точно такие же, ну, или журналисты, которые освещают этот конфликт, да, на востоке Украины, между, де-факто, да, между Украиной и Россией и подконтрольными Россией боевиками, вот этот конфликт, может быть, они тоже и скажут, и приведут какие-то фотографии, скажут, вот мы тоже видели, знаете, там, украинских журналистов с оружием. Есть украинские журналисты с оружием или журналисты вот с этой стороны, с украинской стороны с оружием? То есть они не гражданские лица, изначально, да. Изначально військовый, да. Конечно, журналист не может быть комбатантом и не имеет права брать друг к оружию на линии фронта. Хорошо, вот эти все события, которые мы сегодня обсуждаем, эти так называемые курсы «Бастион», насколько на самом деле и велика вероятность у человека попасть в такую ситуацию, что его, у журналиста, в первую очередь, конечно же, нас интересует, что он попадет в такую ситуацию, что люди будут знать, ну, боевики, например, что он журналист. А если, я так понимаю, что готовят там российских журналистов, то, скорее всего, они предполагают, что кто у них там реальный противник. Ну, если речь идет про Донбасс, да, то они, наверное, думают, что это реальный противник, там вот это украинские, может быть, войска. И что с ними вот так вот, наверное, готовят к тому, что так вот с ними будут поступать. Насколько вообще велика вероятность, что с человеком будут поступать именно так вот, как их готовят? Ну, мне складно есть ответственность на это питание. Есть журналисты, которые попадали в такие ситуации? Есть с нашей стороны. Я знаю, что украинские журналисты потрапляли под раздачу и физические расправы на территории ЛНР-ДНР. И сидели на подвалах, и отримывали там какие-то важкие травмы и такие другие. Им помогало то, что они представляли журналистами? Или журналист это было вот в этой ситуации, это тягчающим таким обстоятельством? Ну, тягчающим я в том смысле, что им поэтому к ним относились, может быть, даже хуже, чем другим пленным. Я предлагаю, чтобы мы сейчас еще послушали еще один комментарий. Глава Центра боевой и профессиональной подготовки ВОЛК, это российский центр, он так прокомментировал эту всю ситуацию, которая связана с жалобой российского журналиста, редактор РИА Новости, Святослава Павлова, вот на тренинг в оккупированном Крыму. Ну, тренинг, это не просто тренинг, да, это тренинг, который проводит 8 там ведомств, ну так назовем так, ведомств или там подразделений российской армии и других силовиков. То есть это, да, да. Можем запитать, какая чисельность этих курсов и сколько они готовят приблизительно журналистов? Чи есть такие данные? У меня, значит, есть такие данные, что в этом году тренинг проходил на территории воинской части номер 810, который после российской аннексии Крыма захватила бригада морской пехоты, ты, может быть, там и был даже на этой территории, в 2014 году на территории этой воинской части. В тренинге участвовало вот в этом году 35 представителей СМИ, а всего вот с 2006 года через такую подготовку по данным организаторам прошло свыше 800 человек. А это что-то меняет? Ну, да, мне трошечки лякает такая тенденция, коли российские медиа готовят дуже багато військовых журналистов. Я понимаю, там, украинскую сторону, яка фактически тут, да, конфликт на ней территории, и багато журналистов намагаются потрапить на фронт саме туда, да? Але Россия, те, что готует багато військовых журналистов, свідчить про загальную милитаризацию и озброение краины, да? Тобто, ну, мне это трошечки лякает. Я понимаю тоже. Там есть некоторые люди, вот тот же самый господин этот Вячеслав, он говорил о том, что Вячеслав, Святослав, простите, Святослав Павлов, он говорил о том, что ему это нужно, потому что он собирается ехать в Сирию. Да, но также я смотрю, что там очень много людей, которые ездят, допустим, на оккупированные территории Украины, это имеется в виду Донбасс. Но давайте все-таки послушаем вот этого главу Российского центра боевой профессиональной подготовки ВОЛК Дениса Ряузова. Я думаю, что вот его комментарий, он в какой-то степени отвечает, Андрей, на ваш вопрос, вот для чего вообще готовится такое количество журналистов? По одной простой причине. Когда человек находится в зоне локального конфликта, он попадает в точно такие же условия, независимо от того, кто его сопровождает, кто его охраняет. То есть даже если мы говорим про такую профессию, как журналист, который, как правило, находится под каким-либо прикрытием или специально приставленным человеком к нему, этот человек может погибнуть, не дай бог, конечно, или быть раненым. И журналисту придется, или третьему лицу придется выживать самостоятельно в какой-то промежуток времени. И поэтому разграничивать подготовку по психологии, именно подготовку, как нужно себя вести в зоне локального конфликта, я не считаю правильной. По причине того, что тот же самый человек, который только что считался гражданским, попадая в условия один на один ситуации, может оказаться это жертвой этой ситуации, потому что были какие-то не такие условия в подготовке. То есть вот этот господин Денис Ряузов, он говорит, что всех надо готовить по одной программе, по большому счету. То есть неважно, военные, невоенные, вот по одной этой российской программе. И теперь возникает тоже вопрос, где будут использованы вот эти журналисты. И есть у нас еще вопрос, потому что, опять-таки, очень часто, ну, что закидают, да, как-то, ну, в общем, обвиняют, может быть, да, там, есть претензия к... к украинским журналистам, что... или к украинской стороне, потому что, якобы, тоже ведь проходит подготовка, да. И вот, Андрей, вы же тоже принимали участие в таких курсах. Ну, да, то есть я принимал участие в некоторых курсах, в официальных курсах Минобороны для журналистов, которые работают в зоне операции объединенных сил, и в некоторых курсах первой медической помощи, и так же от Института массовой информации. Вот. И сейчас у нас с нами на связи медиа-эксперт, тренер по безопасности Института массовой информации Украины Ирина Землина. Ирина, здравствуйте. Добрый вечер. Ирина, у нас сегодня в центре нашего внимания ситуация, наверняка вы слышали о ней, это ситуация редактора российского агентства РИА Новости Святослава Павлова, который даже написал заявление в Следственный комитет России с жалобой на то, что он получил травмы во время прохождения вот этих учебно-практических курсов «Бастион», который в этом году Россия проводила на территории оккупированного Крыма. А у меня к вам вопрос. А вот чем принципиально такие курсы и такая подготовка российская, она отличается от тех курсов и той подготовки, которая существует на сегодняшний день в Украине? Ну, я не берусь проводить анализ российских курсов подготовки военных журналистов, потому что я там не была и только читала, в основном, то, что произошло. Я хочу сказать, что в Украине мы не ставим акцент на подготовке самих військовых журналистов, мы акцентуем на том, что мы проводим тренинги с безопасностью для журналистов. И, власне, в цьому найбільша разница. Мы вкладываем все в наши тренинги, это таку теоретичную подготовку, где мы рассказываем, власне, что может происходить в зоне боевых журналистов. А потом, уже програючи разные сценарии, рассказываем, как выходить из этих ситуаций, которые складаются. Ни про какие физические рукоприкладства или другие использования оружия не может быть. Но это имеет симуляционный характер. Власне, это тяжело физически, но только потому, что там приходится повстить, переносить умовных раненых или другие ситуации. Вот просто у нас есть данные статистические. Вот в России всего через вот такую подготовку учебно-практических курсов «Бастион» прошло свыше 800 человек. Только в этом году 35 человек проходили такое обучение на территории оккупированного Крыма. А сколько украинских журналистов, если у вас есть такие данные, вот прошли подготовку, ну, что называется, выживания в таких критических ситуациях или поведения? Я могу сказать, что за Институт массовой информации мы начали проводить такие курсы из 2014 года, и таких курсов пройшло близко 250 журналістов. Есть курсы от Минобороны, они немного разносятся больше теоретического материала щодо видов оружия, щодо того, как проводиться с войсковыми, потому что они больше акцент ставят на то, чтобы працювать в войсковой части, с подразделом. У нас трошки інше. Ну, в Минобороны потрібно запитати, а по нас это понад 250. Понятно. Спасибо вам, Ирина Землина, тренер по безопасности Украинского института массовой информации, была на прямой телефонной связи со студией радио Крымреали. И мой вопрос нашему гостю, Андрею Дубчику, корреспонденту радио «Свобода». Андрей, а вот есть ли какая-то, ну, ты же общаешься, да, когда ездишь, опять-таки, в зону АТО, ООС теперь, да, вот на востоке Украины, и там, когда бывают корреспонденты зарубежных СМИ, может быть, не так часто, но, тем не менее, ты всё равно с ними общаешься, у них принципиально другая подготовка их, вот, или она похожа на ту, о которой рассказывала Ирина, или та, которая проводит Министерство обороны Украины? Да, вот приблизительно такая, про которую рассказывала Ирина. Тобто, это имитация, очень большая база по медицинской помощи, и большая база по поводжению теоретично. Где-то практичная база, как там вести себя под час обстрелив, ховаться и так далее. Но, конечно, я никогда не слышу, чтобы кого-то, кто-то на голову надягал мешок и бил там ногами. То есть, ну, это немного иначе уже. Ты знаешь, вот этому такой методике подготовки журналистов к таким ситуациям удивились даже в Союзе журналистов России. Там полагают, что вот такие тренинги, такой вот экстремальной журналистикой, они это называют, председатель Союза Владимир Соловьёв полагает, что некоторые опции этого тренинга приносят сомнительную помощь журналистам. Давайте послушаем. Честно говоря, я не знаю, зачем нужно надевать мешки на голову, поливать какой-то кровью. Может быть, это просто погружение в такую действительность, но чем именно такие действия могут в будущем журналисту помочь, я не знаю. Но тут возникает вопрос. Может быть, они просто-напросто помогают журналисту в том случае, если он окажется в руках, допустим, российских военных. Вот что, может быть, они должны быть готовы вот к такому поведению российских военных. Ну, это, конечно, жарт, но, опять же, что меня больше всего лякает в этой ситуации, это количество подготовленных журналистов и намагание привести их до, фактически, стану и навыков рядового склада российской армии. Но все люди будут деть реально там с российскими войсками, может ли, вот, это честно. Понятно. Хорошо. Есть еще мнение. Вот не все силовики, даже российские, считают, что вот тренинги должны проходить именно так. Например, Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», сказал, что эти тренинги должны происходить все-таки немного иначе. Давайте послушаем. Программа составлена грамотно, и она действительно должна выполняться, но, думаю, что не с таким рвением тех, кто ее преподают. Почему те, кто преподают эти дисциплины, ведут себя, ну, мягко говоря, с таким рвением? Мне это трудно понять. Я думаю, что это их личная инициатива или какой-то их общий человеческий фактор. И я напомню, что все это называется учебно-практические курсы «Бастион». Проводятся они союзом журналистов Москвы, их организовывают. А к занятиям привлекают представители Минобороны, Национального антитеррористического комитета России и других силовых ведомств. Говорят вообще, что их около восьми. Восьми этих ведомств. И тут вот что интересно на самом деле. Россия официально ведь ни с кем не воюет. А при этом журналистов продолжают учить именно по такой схеме, что им будет угрожать реальная опасность. То есть не просто как там себя вести, если там ранили товарища, или кто-то попал в ДТП, и как ему оказать первую помощь. А именно вот как вести себя в условиях боевых действий или максимально приближенных к боевым действиям. И у нас сейчас на связи еще Андрей Казинчук, военный психолог Украинской общественной организации «Побратымы». Андрей, приветствую вас. Добрый вечер. Андрей, ну хотелось бы узнать с вашей точки зрения, вот эта техника подготовки журналистов к таким экстремальным, может быть, ситуациям, нестандартным, нештатным ситуациям, которые используют российские силовики. На ваш взгляд, вот к чему готовят российских журналистов, а в этом году их готовили и на территории оккупированной России и Крыма? Ну, и их готовили к каким-то тем вещам, которые мы не получаем на базовой протоке. То есть задача была какая? Чтобы выработать реакцию человека на ненормальные события. Вот, и когда человек приходит к какие-то ненормальные события, у него может быть какой-то ступор. И он может там убежать или это как-то неадекватно согласно этой ситуации действовать. И когда ты готовишь этого человека к такому, то есть вероятность, что его реакция будет предсказуемая. Вот, но если такая подготовка была к чему-то такому невероятному, а самого события не было, то есть вероятность, что у человека, это вот его психологическая фаза может ухудшиться. А еще интересует, вот ваше мнение с точки зрения психологии. Можно ли доверять репортажам вообще такого человека, которого накачали на таких курсах, что к нему будут там вот с той стороны, с какой-то там той стороны, там враги такие, которые с тобой будут обращаться исключительно как там с ничтожеством, там каким-то абсолютным, там, не побоимся слова, там, вообще не человеком, а... Так, у нас что-то связь, да, прервалась. А потом я хотел задать такой вопрос, да, стоит ли вообще доверять объективности такого репортажа и таким журналистским материалам? Тогда Андрею Дубчаку стою, тогда я задам этот вопрос нашему гостю. Ну, снова же таки, я не буду отвечать за всех журналистов, но, ну, навещо готовить спецназ реально, да, журналистский спецназ? Тобто журналисты должны иметь какие-то базовые там элементы, понимание того, что будет происходить, базовые реакции. Но не обязательно надевать на голову людине мешок и бить ее ногами, то есть настраивающие против потенциального, там, ворога, или каких-то других людей. А давай, давай, давай послушаем Андрея Казинчука, он сейчас на местном на связи, военный психолог украинского... Да, 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 Андрей, слушай вас. Смотрите, я отвечаю на ваш вопрос. Можно ли быть объективным? Потому что вот как раз после этой подготовки журналист становится подготовленным человеком к этой реакции. Но его профессиональные, они теряют, они замыливаются, они теряют объективность, потому что они становятся, ну, грубо говоря, бойцом каким-то. Вот, и, возможно, причем они не становятся профессиональным бойцом, вот, но объективность они однозначно теряют, потому что их когнитивные функции, их функции восприятия, интерпретации данных действий не имеют ничего общего с объективной реальностью журналиста. То есть этот человек уже больше действует, ну, грубо говоря, как какая-то там машина. И вот подготовили этих журналистов, да, но потеряли журналистки какие-то... То есть он уже и не полностью журналист, и не полностью военный. Поэтому такие вещи, конечно, ну, не очень хорошо. Понятно. Спасибо вам, Андрей Козинчук, военный психолог Украинской общественной организации «Побратима», был на телефонной связи со студией радио «Крыбреали». У меня последний вопрос, у нас еще есть 30 секунд. Андрей, вообще, можно ли говорить об объективной военной журналистике? Относно так. Не 100%, но относно так. Потому что конфликт ведется на территории Украины, то, априори, украинские журналисты трешки заангажированы. Я не говорю, что сильно. То есть, если бы это был иноземный корреспондент, он, наверное, еще бы безстрастно, да? А могут так, я обещал последний вопрос, но еще один. А могут ли не украинские журналисты, могут ли так рассказывать про эту войну, чтобы это было интересно, ну, чтобы это заинтересовало западного читателя? Ну, абсолютно известно, да. Тут мои репортерии прокладаются, но ведь и английскую, и там итальянскую и так далее. Спасибо. Андрей Дубчак, корреспондент «Радио Свобода», был в студии радио «Крыбреали». Всего вам доброго. Услышимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»